здравствуйте мои дорогие друзья спасибо что пришли посмотреть это видео в нем я расскажу вам о множестве моих новых заказов с алиэкспресс и из других интернет-магазинов все ссылки как всегда оставляю в описании перед началом просмотра подпишитесь на мой канал и давайте приступать первое что вам сегодня покажу это очень симпатичная маленькая сумка которая обошлась мне всего в 700 рублей у нее красивый дизайн мне очень понравилась эта декоративная молния вдоль нее застегивается она на две кнопки молния сверху расстегивается и застегивается но никакого внутреннего кармашка под ней нет четырех цветах она представлена у продавца также в черном красным и бежевым но меня конечно же покорил именно этот цвет размеры сумки 19 сантиметров на 15 одну единственную ручку она имеет в виде тонкой цепи но цепь это крепкая очень хорошего качества ее не согнуть не сжать звенья говорю вам это потому что я встречала подобные алюминиевые цепи с которыми все эти манипуляции легко можно проделать внутри сумка имеет один единственный карман не имеет подклада то есть внутреннюю поверхность можно спокойно мыть протирать вся ее фурнитура прекрасного качества в одном цвете в одном оттенке все швы ровные в общем за 700 рублей считаю ее отличным заказом как на плече таки через причем она прекрасно смотрится следующий мой выбор это пантелеты дизайном очень напоминающие пантелеты от армес я выбрала их в черном цвете с коричневой стелькой все строчки их выполнены белыми крупными нитками в подарок продавец положил мне бусы выполнены под жемчуг обошелся мне заказ всего в 600 рублей также на выбор у продавца они имелись в серебряном золотом и белом цветах размер я выбирала на свою длину 23 сантиметра это у меня размер 6 и он отлично мне подошел качество мне понравилось безумно удобная и симпатичная обувь сочетают ее в этом сезоне со всем чем угодно с брюками с джинсами и шортами и конечно же с платьем следующий мой заказ обошелся мне в 1400 рублей это розовые кеды которые я также выбрала в шестом размере на мою длину стопы и они мне снова отлично подошли по размеру также в черной белой и желтой расцветки они имеются у продавца мне понравилось что они выполнены не из гладкого материала а из флока он приятный на ощупь и симпатично смотрится мне нравится что он выглядит матовым также мне нравится контраст розового их цвета с белой подошвы белыми шнурками белыми прострочками внутренняя их поверхность также выслана белым цветом стелька тоже белая очень симпатичные кеды маленькие аккуратно и красиво смотрится на ноге а 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 и а а и а Я нередко делаю там подобные заказы для себя, а в особенности для моих родственниц. Их товары мне нравятся хорошим качеством пошива, натуральными всегда материалами и доступной ценой. Этот сарафан на свои параметры я выбрала в 44 размере, он прекрасно мне подошел. Материал его эластичный, очень мягкий, труящийся, очень приятный для кожи. Мне нравится его расцветка, идеально подошла мне его длина. По низу, по бокам он имеет два разреза. Силуэт его очень мягкий, прекрасно обработаны здесь проймы и горловина. Доставка из этого магазина из Москвы, поэтому получила я свой товар спустя всего неделю после заказа. Материал этого сарафана вискоза, стоимость его 891 рубль. И второй сарафан я также заказала в этом магазине. Его цена всего 420 рублей. Это у меня снова 44 размер. Также в белой, голубой и оранжевой расцветке вы можете увидеть этот сарафан, перейдя по ссылке. Ткань его кулирка. У него, я считаю, очень удачный силуэт. Скрывает он совершенно все недостатки фигуры. Хорошая длина на лето, вполне оптимальная. Симпатичный узор на него нанесен. Также очень хорошо обработаны пройма и горловина. Материал мягкий, приятный, также очень эластичный, но при этом совершенно не просвечивает и не подчеркивает рельеф белья. Дальше хочу показать вам три мои новые футболки, которые я выбрала в магазине Shein. Оставлю вам ссылку и туда, и на эти товары на Алиэкспресс. На Алиэкспресс они идентичного качества и чаще всего цена их намного ниже. Как вы знаете, я заказывала уже ряд подобных футболок. Все они мне безумно нравятся, я с удовольствием их ношу. На этот раз выбрала три вот таких дизайна. Все они у меня в размере M на мои параметры. Все очень хорошо сидят. У них маленькие аккуратные рукава. Прекрасная, также аккуратная горловина. Хорошая длина. Прекрасно они смотрятся как на выпуск, так и в заправленном виде. Материал их на 95% состоит из хлопка и на 5% из пандекса. Несмотря на то, что материал тонкий, но он не просвечивает, поэтому смотрится очень прилично. Стоимость белой футболки 590 рублей и в 18 расцветках она продается на сайте. Стоимость розовой футболки 720 рублей и в 7 расцветках вы можете увидеть ее на сайте. Зеленая футболка стоит 660 рублей, 7 расцветок на сайте. Все они очень хорошие, очень удобные, безумно люблю эти футболки. Ношу их, снимаю только чтобы заменить подобные и уверена, что буду продолжать заказывать их в этом магазине. Продолжение следует... Следующее, что хочу вам показать, это хлопковый костюм. Также очень удачное приобретение. Стоимость его 1320 рублей. Также он продается в другой расцветке, там вместо розового красный цвет. Размер это у меня самый маленький, XS. Как видите, очень хорошо подошел мне и прекрасно сидит на фигуре. Мне нравится длина брюк этого костюма. Нравится их посадка. Декоративные шнурки пришиты на резиночку этих брюк. По бокам находятся лампасы. Кофта тоже приятная, свободно сидит на мне. Хорошо подошла длина ее рукавов. Пройма также аккуратная. И длина самой кофты тоже приемлемая. В общем, очень мягкий, очень комфортный костюм. Нигде не жмет, нигде не давит. Носить его очень приятно. Следующий мой заказ это вот такой сарафан. Верх его выполнен в виде комбинезона. Всего 790 рублей стоимость его. Материал его вельвет на 15% состоящий из нейлона и на 85% из полиэстера. Я выбрала его в розовом цвете из 12 всевозможных ярких оттенков, представленных на сайте. Размер это у меня S. Я думаю, что подобрала я его удачно. Не хотела, чтобы он меня перетягивал, подчеркивал фигуру, особенно сзади. Но на спинке сверху он немного сборится, поскольку похоже рассчитан на более высокую ростовку. По качеству материала и качеству пошива претензий не имею. Далее хочу показать вам платье. Понравилось мне это платье своей моделью, своей неприталенностью и тем, что материал его 100% хлопок. В единой расцветке оно продается. Размер это у меня S. Мне понравилось то, как оно скроено сверху. И кроя его низа мне также понравился. Выполнено оно в два слоя ткани. Вдоль спинки его находится металлическая волния. Очень комфортное платье из-за 100% хлопка. И мне кажется, сидит оно на мне также симпатично. Далее еще одно платье в цвете красного вина. Насчет этой модели я уже, честно говоря, сомневаюсь. Привлек меня также 100% хлопок. Мне нравится резинка на талии. Мне нравится юбка. Нравится вырез, длина рукавов. Но меня очень смущают его рукава. Летучая мышь. Придающие мне объема и мешковатости в этой зоне. Но точно могу сказать, что это платье действительно комфортное из-за хлопка. И оно прекрасно смотрится, если сверху на него надевать какой-либо блейзер. Стоимость его 8,5 долларов. Также в размере S я его заказывала. И последнее у меня платье из этого магазина. Также 10 долларов оно будет стоить. Выбрала я его в цвете красного вина. Размер это у меня основа S. Состав материала здесь 74% вискозы, 24% нейлона и 16% спандекса. Хорошая у него длина, хороший покрой верха. И особенно мне понравилось вот это тоненькое кружево по низу. Кружево, кстати, очень качественное, мягкое. Материал очень тяжело отпаривается. В том плане, что вы отпариваете одну его часть, приступаете к другой. И если случайно как-то загнете отпаренную часть, она еще не успевает высохнуть, сохнет, кстати, этот материал очень долго, то отпаренная его часть снова начинает мяться. В общем, долго я промучилась с его отпариванием. Материал очень эластичный, очень плотный, не просвечивает. Это его несомненные плюсы. Но странно, оно сидит на мне на спинке. То есть, опять же, похоже не на мою ростовку, оно более высокую. Постоянно сборется в проймах. Кстати, лифт под него не надеть, поскольку вырез на спинке, по крайней мере, у меня заканчивается ниже начала белья. Потайная молния, как видите, на спинке. И также на спинке сверху оно застегивается на две пуговицы на резинках. Следующий заказ это комплект. Спортивный, конечно же, комплект. Леггинсы и топ. Выбрала я его в лавандовом цвете. Также в черном, в розовом, в синим и сером цветах он имеется у продавца. 537 заказов. Размер это у меня самый большой. L. Очень комфортно он сидит на мне. M, как показала практика, мне маловато. Очень удобный комплект для занятия спортом. Эластичный, при этом плотный, подтягивает все, что нужно. И позволяет коже работать правильным образом при физических нагрузках. Длина оптимальная. На талии имеется плотная подтягивающая резинка. В лифе находятся чашечки. Ничего у вас просвечивать не будет. Не будут проглядываться никакие рельефы груди. Можно спокойно отдаваться полностью занятием спортом. На спинке 4 бретели имеет этот лиф. Материал очень хороший, не просвечивает. При приседаниях низ его ведет себя прилично. Ну и второй подобный заказ. Это уже отдельные леггинсы, которые я выбрала в цвете красного вина. Также это у меня размер L. Замечательно он мне подошел. Мне понравился узор на этих леггинсах. То, что здесь многочисленные отверстия присутствуют. Причем они присутствуют по бокам. Ничего лишнего они не открывают. Очень удобный. Тот же самый материал. Эластичный, плотный, подтягивающий. Очень хорошо сидит на фигуре. 8 расцветок имеются у продавца. И стоимость абсолютно адекватная. 700 рублей. Мой обзор подошел к концу. Надеюсь, он вам понравился. Не забывайте разворачивать описание, чтобы увидеть все лежащие там ссылки. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Вступайте в мои группы в соцсетях. Оценивайте это видео лайком, либо дизлайком. А здесь мы с вами увидимся в моем следующем обзоре. Всем до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok